Читающие родители, качественная литература и подготовленные учителя – вот что поможет продвинуть детское и юношеское чтение в ближайшее десятилетие. В Якутске стартовал межрегиональный научно-практический семинар. Участники встречи, представители библиотек, образования культуры, информационных технологий, а также почетные гости из Москвы и Африки в течение трех дней будут говорить о приоритетных мерах повышения статуса чтения. С подробностями Марьяна Кудукова. Десятилетняя Арина – одна из частых посетителей библиотеки. Вот уже два года, хотя бы один день в неделю, она посвящает чтению книг. В числе любимых – якутские и русские сказки, истории, а также детективы. Любимый писатель Арины, самый популярный автор детских книг – Самуил Маршак. Меня научила мама. Мама тоже читает. Бывают такие книги, что всю семью я читаю, и мы всегда читаем. Если моя мама и папа учат меня читать, то я учу своего брата. По мнению участников стартовавшего семинара, который посвящен продвижению чтения, родители – это ключевое звено в развитии детского и юношеского чтения. Сегодня, как правило, читающий ребенок растет только в читающей семье. Во вторую очередь, любовь к чтению прививают учителя. Задача заключается в том, чтобы лет через 7-8 начать выпускать педагогов школы совершенно новой формации, которые могли бы продвигать чтение в таких объемах и такого качества, чтобы молодежь, подрастающее поколение, через 10-15 лет вышло бы на аванс сцену уже общественной политической жизни во всеоружии. Издание качественной литературы как по содержанию, так и по иллюстрации – тоже одна из приоритетных задач. Несмотря на век информационных технологий, детское книгоиздание не должно оставаться в стороне. Особенно это касается книг на родном языке. В принципе, ситуация неплохая. У нас, особенно в сельских поселениях республики, дети читают на своем родном языке. Но наши исследования показывают, что очень мало литературы, которая именно по содержанию, по качеству могла бы удовлетворить современного ребенка или подростка. Как повышают статус чтения в России и в Африке? О колоссальном неравенстве возможностей участникам семинара рассказал представитель республики Бенин. Кто в этом зале может поверить, что на африканском континенте из 100 человек только у одного человека диплома вышло образование? Есть компьютер. Предложение по поддержке всех элементов развития чтения – самые главные задачи на ближайшие 10 лет. По итогам межрегионального семинара будут рекомендованы и войдут как в региональную, так и в федеральную целевую программу. Марьяна Кутукова, Евгений Лугинов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.